Растет медленно, но уверенно. В обменниках доллар сегодня продают уже по 8.20. За два месяца он подорожал на 10 копеек, за последние выходные на 3. Эксперты заверяют, повода для паники нет. Скачок объясняется выходом на рынок нефтегаза. Тому нужно было купить валюту, чтобы рассчитаться с «Газпромом». Уже к концу недели курс гривны стабилизируется. Ничего экстраординарного сейчас не происходит. Есть неформальная договоренность между руководством Национального банка и крупными коммерческими банками. То есть Национальный банк закрывает глаза на некоторые незначительные нарушения в деятельности коммерческих банков. Там может быть показатель ликвидности, еще какие-то показатели, которые где-то не у всех идеальные. А коммерческий банк придерживается курса 8.20, 8.21. Дальнейшая финансовая стабильность будет зависеть от политической ситуации. Ключевой момент – саммит Восточного партнерства в Вильнюсе. Если соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано, то уже в декабре Украина сможет рассчитывать на новые кредиты от МВФ и США. Это успокоит ситуацию в валютной сфере. Партнерство с Россией также может стабилизировать рынок. Главное – наконец определиться. Либо наступит определенность, через несколько недель нам будет понятно, куда в общем-то ведет президент Украины страну. И эта определенность, она просто успокоит нервы. В финансовой сфере также наступит определенная затишье, и тогда как бы не будет никаких резких изменений. То есть может быть будет плавно девальвация, несколько копеек, может быть это будет 5% за год. Нацбанк продолжает всеми силами искусственно удерживать курс гривны. Пока удается. Эксперты заверяют, до конца года за курс можно не волноваться. Мой прогноз курс доллара где-то 8,20-8,25. Я все-таки надеюсь, что президент наконец-то сделает свой выбор. Причем любой выбор он стабилизирует валютный рынок. Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует девальвацию до 9 гривен за доллар к концу следующего года. Их коллеги из Standard & Poor's еще более пессимистичны, но даже они считают, что гривна начнет дешеветь только к концу 2014-го. Мы предполагаем, что в 2014 году произойдет управляемая девальвация гривны к доллару США до уровня 9 гривен 50 копеек за доллар против 8 гривен 20 копеек в этом году. Среди населения паники нет. Украинцы перестали активно скупать валюту. В октябре люди купили в три раза меньше долларов, чем в сентябре. А к Новому году начнут традиционно их продавать.